Существуют ли ситуации, когда принцип баланса значимости в отношениях не работает, когда на него не стоит ориентироваться? Однозначно да. Хочу напомнить, что ключевая причина потери интереса со стороны женщины кроется не в провале баланса, это следствие, а в том, что для любой женщины очевидны признаки несоответствия. Тех решений, которые ты принимаешь, тех реакций, которые она видит с твоей стороны и того внутреннего состояния, которое ты содержишь в себе в эту минуту. О чем идет речь? Давайте сразу пример. Вы в отношениях несколько месяцев. Вдруг она сообщает о том, что она хочет пойти на корпоратив, либо полететь в Турцию, либо с подругой куда-то пойти в клуб. Любое событие, когда происходит столкновение мировоззрений, когда вы смотрите на одно и то же событие по-разному, ты испытываешь дискомфорт, тебе неприятно, ты не хочешь, чтобы твоя женщина этим занималась. И какие варианты реакции существуют? Ну, их по сути три. Вариант номер один – это мужчина вне канала, он податливый, такой гибкий, уступчивый и считает, что если в чем-то я буду ее ограничивать, она уйдет, и вероятность того, что она изменит мне, она только выше. Я буду удобным, и все будет в порядке. Мы знаем, чем это завершается, то есть при такой жизненной стратегии, и только если объективная значимость высокая, это может продолжаться какое-то время, но женщина в конечном счете уйдет. Мужчины, у которых опыта в личной жизни побольше, либо люди, которые уже подписаны на канал, в большинстве своем реагируют крайне резко. Они проявляют гнев. Они могут стукнуть кулаком по столу и сказать, что моя женщина никуда не пойдет. Если уйдешь, то больше не возвращайся. В общем, начинается конфликт. И это является серьезной ошибкой. Все дело в том, что количество эпизодов, когда ты в отношениях можешь себе позволить проявить гнев, оно ограничено. То есть как это можно изобразить? Вот если представить начало отношений и конец, вот это начало, это конец. Если ты начинаешь реагировать импульсивно, то есть ты здесь разозлился на что-то, сказал, моя женщина так не может. Вот здесь разозлился. Еще одну реакцию выдал, возможно, даже несоразмерную. И здесь в конечном счете она становится к этому невосприимчивой. Вспомните этот эпизод в ваших предыдущих отношениях, где изначально она действительно боялась, можно даже сказать, тебя расстроить. Где при наличии даже какого-то недопонимания она очень быстро, буквально через 3-5 минут приходила к тебе. Где нельзя было даже допустить версию о том, что вы можете поссориться и в этот день не примириться. Но не днем, так вечером. Но спустя время ты вдруг заметил, что никто желанием-то и не горит. К тебе подходить, целовать, обнимать, извиняться. Почему? А женщина не видит в этом никакой необходимости. Потому что она, во-первых, знает, чем это все завершается. Что это действие, которое ничем не подкрепляется. Она к нему становится невосприимчива. И самое важное, знаешь что? Ты ведь страшанул. Но тебе ведь страшно. Ну, то есть, когда мужчина занимает сильную позицию, ему лень будет тратить свою энергию, силы, внимание на то, чтобы по всем этим поводам выходить из себя, из эмоционального равновесия. Повторюсь, это для любой женщины очевидно. А если ты стрессуешь, что это означает? Боишься потерять. И в тот момент, когда ты впервые заметил то, что нет той яркой реакции на то, что ты разозлился, в этот момент лидер она. Ты стрессуешь, она лидер. Лидер тот, кто стрессует меньше. Ты способен обладать только той женщиной, которая не может заставить тебя стрессовать. Только так и никак иначе. Если говорить, вот почему я привел пример с корпоративом. У меня лет 10 назад была такая ситуация. Были взаимоотношения, там женщина какая-нибудь проблемная была. И, значит, дело происходит на кухне. Я сижу в телефоне, что-то кушаю. И она говорит, а пятница корпоратив? Я понимаю, да, для чего этот сброс. Но она хочет увидеть мою реакцию. Но меня вопрос никто не задавал. Поэтому я дальше сижу в телефоне и кушаю. И я этого будто не услышал. Проходит несколько секунд. А можно пойду? В этот момент я на секунду отвожу взгляд. И говорю, ну, я не думаю, что это хорошая идея. И обратно в телефончик. Кушаю и сижу. Какие-то видео смотрю или статьи читаю. Она потом спрашивает, а почему? Я говорю, ну, ты что, не знаешь? Ну, ты что, не знаешь?